Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас будет бой, от которого у меня, честно говоря, мозг завернулся. Я попытался поискать, просматривая данный реплей несколько раз, какие-то подтверждения тому, что это постановочный бой, но для себя их не нашел. Если вы на что-то обратите внимание, обязательно пишите об этом в комментариях. Плюс к тому, у меня есть такое подозрение, что наш герой, выгирающий под ником стиль, пользуется какими-то чит-кодами, возможно. Но опять-таки подтверждений каких-то безусловно нет данному факту, поэтому я не хочу быть голословным и кого-то в чем-то обвинять. Но то, что в этом бою что-то пошло явно не так, это однозначно. Наш герой играет на базовой пушке, на базовой башне, на КВ-2. Как все мы знаем, КВ-2 это картон, просто лютый картон, который пока находится на перезарядке, а ты с ним можешь делать практически все, что угодно. Башня сбоку пробивается просто на ура, там даже выцеливать не надо этот скворечник, который занимает, как правило, весь радиус разброса практически любой машины на шестом левеле. Да, он играет против шестерок, и более удивительным было бы, если бы играл против семерок, но по крайней мере менее удивительно было бы, если бы он играл против пятерок пятых уровней. И, соответственно, там хоть как-то можно было бы предполагать, почему на КВ-2 пошло такое количество непробитий. Как вы видите, наш герой играет исключительно базовыми снарядами. Он уже использовал 4 снаряда, при этом у него суммарный урон, который он накинул по соперникам, на момент вот этого последнего выстрела и пятого использованного снаряда, составляет всего лишь 385 единиц. Это крайне мало. И за это время два тяжелых танка у союзников уже слились. В карму он накидывает 121, это в принципе уроном практически для КВ-2. Можно не считать смелым, ну просто потому что машина-то способна на гораздо большее. Но окей, хорошо, не на базовом орудии. И вот он получает сейчас, ребят, ситуацию, в которой троих уже союзников нет. Семеро соперников живенькие, здоровенькие. Да, пускай кто-то шотный, но все же. Он получает первое непробитие и в то же время делает промах. Того получается 160 единиц заблокированного урона. Еще 160 заблокированного урона. Сейчас он отбрасывает, попадает, но не пробивает соперникам. Получает пробитие на 167. После этого сейчас в него влетит еще 162 и еще 174 залетает в танк. Того у него остается 200 единиц хп. И дальше начинается какая-то непонятная то ли магия, то ли подкрутка, то ли бред какой-то полнейший. Потому что по 150, по 180, по 170 единиц урона в него не заходит. Ему критуют орудие. Он продолжает крутиться, при этом стоит бортом, стоит боком башни. Против него 2 сосиски или 3 сосиски. Сколько их там? Трое, блин, тогов. Плюс Т-34-85. Уж кто-нибудь да должен его пробить. Но нет, он продолжает оставаться с 200 единицами своего хп. Пробивает Т-34-85. Почему тоги его не могут пробить? Почему тот, который заехал ему сзади в корму, не может пробить ему сзади башню? Я нереально, я не понимаю, что происходит. 5 тысяч 240 единиц непробитий. 5 тысяч 700 непробитий. 865 единиц нанесенного урона. Это вообще ни о чем. Данная машина, она в принципе должна была уже 40 раз уехать в ангар. Да я не знаю, она должна была уехать в ангар, как только он в принципе начал получать первые тычки от соперников. Его союзники продолжают кидать по соперникам. Двоих уже нет. Одного из них вынес наш герой, второго вынесла другая машина, которая до сих пор находится в бою. Что сейчас происходит? Мне, честно говоря, непонятно. Единственное, что меня сейчас очень сильно смущает, это то, что двое союзников находятся где-то вдалеке и в бою практически не принимают никакого участия. И вот это вот меня очень сильно смутило. Они продолжают находиться в районе респа, они не подъезжают, они не забирают в ИК-3601. Они все так же продолжают оставлять нашего героя на передовой, которого продолжают не пробивать. И вот здесь, ребят, у меня закрадывается все-таки ощущение того, что в этом бою что-то было постановочное. Потому что, ну в принципе, все адекватные союзники в данной ситуации уже бы подъехали, забрали бы ВК-шку, начали бы разбирать по бортам тогов. Но почему-то этого не происходило. И на момент, который мы сейчас видим, наш герой уже не получил 12500 единиц урона заблокированного, точнее, не пробитий, да, то есть заблокированного урона, но в итоге его все-таки выносят. Что это сейчас было? У него вся башня реально как решето. Я, в принципе, могу через эту башню вермишель отбрасывать с таким же успехом, как делаю это через сито. И при этом все, сколько бы его не раздалбывали, пробить его не получилось. Ребят, напишите свое мнение по поводу данного боя. Я не осмелюсь бросаться какими-то острыми заявлениями. Высказываю свое предположение по поводу того, что сейчас происходило. Скорее всего, это либо постановочный бой, либо это действие каких-то читов, либо это и то, и другое. Ну, либо в нашей игре реально что-то случилось, поломалось. Или ввели новую имбу, какой-то там супер-пупер коллекционный КВ-2, который есть там только у нашего героя по видео. Сказать, что он сделал что-то огромное для того, чтобы победить, нет. Я не скажу, потому что огромного прям какого-то количества урона он не накидал. Да, он занял первое место в команде. Но здесь, ребят, реально какая-то фигня, ну, просто полнейшая. Не показать данный бой я не мог, потому что он действительно интригующий. По-другому его, в принципе, не назовешь. Вот такой вот КВ-2. Пишите свои комментарии. А еще, друзья, подписывайтесь на канал. Я вам буду безумно благодарен. Буду радовать вас все новыми и новыми видео. А на данный момент у меня все. Всех благ. Всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok